Всем привет! Начинаем путешествие очередное по моему маленькому городку по набережной лейтенанта Шмидта. Хочу вам показать замечательный памятник Крузенштерну Ивану Федоровичу. Этот памятник был установлен 6 ноября 1873 года по проекту скульптора Шредера и архитектора Манингетти. Монумент устанавливался на частные средства с небольшой долей от государства. Напротив морского корпуса памятник для меня дорог, потому что я 5 лет проучился в училище имени Фрунзе, лицом к которому стоит он. По-честному могу сказать, что курсанты, но во всяком случае в моих лет, уважали Ивана Федоровича. Уважали как памятник и как человека. Что же о Крузенштерне? Иван Федорович Крузенштерн, при рождении Адам Йоганн фон Крузенштерн, сын судьи Иоганна Фридриха фон Крузенштерна, потомок обрусевшего немецкого дворянского рода, проправнук родоначальника в России Филиппа Крузиуса фон Крузенштерн и Христины Фредерики. С 12 лет он учился в Ревеле, при Домском соборе, в котором, кстати, и захоронен, а тем в морском кадетском корпусе в Кронштадте, тогда был в Кронштадте морской кадетский корпус, и он там учился. В 1787 году произведен в Гардемарины, а следующий год досрочно выпущен из корпуса, потому что шла война со Швецией. Был произведен мичман и назначен на 74-пушечный корабль Мстислав. Отличился в Гогланском сражении в 1788 году. В 1789 году уже участвовал в Иландском сражении, затем в боях при Ревеле, Красной Горке и Выборгской бухте. После всего этого был произведен у лейтенанта. В то время шла очень бойкая торговля с Китаем, торговля мехами. Но, как правило, все эти маршруты проходили по материку. И тогда Иван Федорович предложил установить прямые отношения метрополии с русскими владениями в Америке. То есть морем этот свой проект он представил, но проект был отвергнут. Однако в 1802 году российская американская компания, крупнейшая компания торговая, вышла с аналогичным предложением. И вот тогда как раз их вспомнили об Иване Федоровиче, и Александр I утвердил проект. Кругосветный, точнее не так, она называлась. Первая русская кругосветная экспедиция. Экспедиция состояла из двух кораблей «Надежда и Нева» под командованием Крузиштерна и Рязанова. С помощником капитан-лейтенантом Лисянским. 7 августа 1803 года она вышла из Кронштадта, обогнула мыс Горн, обратила особое внимание на Камчатку, Курильские острова, Сахалин. И вернулась в Кронштадт уже в 1806 году. То есть три года занимались исследованиями. Огромный материал был получен. Рисунки, карты, различные планы и так далее, и так далее, и так далее. Подробное описание различных островов и городов, ну и так далее. В 1811 году был определен инспектором классов морского кадетского корпуса. Разработал подробную инструкцию для кругосветной экспедиции в 1815-1818 году по началам Кацебу, одного из младших офицеров первого кругосветного плавания. Крузиштерн посетил Англию для заказа необходимых для экспедиции инструментов. Вернувшись, получил бессрочный отпуск. Занялся созданием атласа Южного моря с приложением гидрофических записок. Иван Федорович Крузиштерн принимает непосредственное участие в формировании Русского географического общества. Совместно с такими учеными, крупными, как Врангель, Бер, Литке. Надо отметить, что в 1827 году он был назначен директором морского кадетского корпуса и членом Адмиралтийского совета. При Крузиштерне в морском кадетском корпусе были отменены телесные наказания. С его приходом были введены новые предметы преподавания. Он много еще не сделал, конечно, для гидрографии, для становления молодых офицеров. Иван Федорович был женат на Юлиане Шарлотте фон Таубе Дер Исен. Такая красивая фамилия. В семье у него было четыре сына и две дочери. В 1842 году Иван Федорович подал в отставку, уехал в свое имение, продолжал трудиться. В 1846 году он скончался, похоронен в Домском соборе, как я уже говорил, города Таллина. Это было, кстати, одно из последних захоронений в соборе по специальному указанию. Чего сыновья продолжали трудиться на благо Родины. Ну, а скончался Иван Федорович, как я уже говорил, в 1846 году и похоронен в Домском соборе города Таллина. Вот и все. Нужно еще сказать, что Иван Федорович Крузенштерн, почетный член Московского университета, награжден орденами Святого Георгия IV степени, Владимира III степени, Александра Невского с алмазами, Святой Анны II степени, а также орденом Пуэрли Менте за заслуги в науке и искусстве. Ну вот, собственно говоря, и все. Так, немножко коротко о памятнике Ивана Федоровича Крузенштерна и о его насыщенной жизни на благо Родины. Очень красивый памятник. Мы часто здесь бываем, всегда выпускники, когда собираются на юбилеи, фотографируются у Ивана Федоровича Крузенштерна, потому что он наш, это наш гидрограф. А я заканчивал гидрофический факультет. Ну, все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok